Новые размеры утильсбора объявили в Казахстане. На все виды автотранспорта и сельхозтехнику ставку снизили на 50%. Отечественные производители и вовсе освобождены от него полностью. Обнулить для всех ставку нельзя, говорят в правительстве. Мол, это приведет к дискредитированию отрасли машиностроения, а в страну начнут ввозить так называемый автохлам. При этом существенного снижения стоимости автомобилей при таком раскладе ждать не стоит, подсчитали специалисты. Но купить новый автомобиль все же станет проще. 100 миллиардов тенге направлено на льготное автокредитование. 4% годовых и без первоначального взноса. Как новый утильсбор скажется на развитии отечественного автомобилестроения и что о новой ставке думают производители, Алишер Накипов выслушал все стороны. Платить утильсбор казахстанцев обязали в 2016 году. Таким вот образом решили сделать машины отечественной сборки более конкурентоспособными. Еще одно, что называется благородной целью, было очистить страну от ввозимого автохлама. До января текущего года утильсбором занимался оператор РОП, деятельность которого постоянно подвергалась критике со стороны казахстанцев. По решению президента компанию упразднили, сбором платежей займется государство. После обсуждения было принято решение снизить ставку по утилизационному сбору на 50 процентов. Мнение обнулить вообще утильсбор для того, чтобы мы завозили в страну и в том числе и автохлам, и попытка дискредитировать наше отечественное машиностроение и все-все-все прочее. Тем не менее, принято решение, взвешенное решение. Уровень вот этого стимулирования автопрома, в принципе, позволяет нам снизить на 50 процентов ставку на все виды автомобильного транспорта и производимые сельхозтехники. Противники утильсбора решение вице-премьера Скляра уже назвали полумерой. В стране ставки поделены на две части. Они зависят от объема двигателя и от первичной регистрации, которая, в свою очередь, привязана к возрасту автомобиля. Например, для машины до трех лет регистрационный сбор небольшой, когда как для авто старше он составляет 500 мрп или же более полутора миллионов тенге. Давайте сплюсуем. Наиболее популярные автомобили в Казахстане, более 60 процентов зарегистрировано машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Это означает, что у большей части автомобилей утилизационный сбор на авто с таким объемом составляет миллион тенге. Предлагается снизить этот размер вдвое. Получается примерно 500 тысяч тенге и добавляем к этому еще и полтора миллиона тенге регистрационного сбора. В случае, если машина старше трех лет. Поскольку у нас многие покупают поддержанные автомобили, эта цифра будет довольно-таки актуальной. Получается, что утилизбор в целом, вот этот дополнительный сбор снизился не на 50 процентов, а примерно там на 25 процентов. Ну, сами посчитайте, вместо двух с половиной миллионов придется уплатить, ну там, два миллиона. Я бы не сказал, что это достаточно хорошее послабление. Тем временем отечественные машиностроители считают иначе. По их словам, отрасль готова к большому и сильному рывку вперед. Я бы хотел, чтобы сегодняшнее решение правительства стало именно вот этой отправной точкой. Впереди предстоит очень большая работа. И для развития автомобильной отрасли прежде всего необходимо, что тот же металл мы в этом отношении имеем, и железную руду, и угли вплоть до коксующихся. Мы имеем металлургический комбинат, мы имеем развитую химическую промышленность. Завтра любые виды пластмасс мы в состоянии, наверное, будем производить. Это все нужно тоже для автомобиля. Помимо снижения ставок утильсбора, Роман Скляр заявил, что 100 миллиардов тенге направят на льготное автокредитование. Деньги возьмут из свободных остатков, которые передал оператор робкомпания «Жаслдамо». Всего там 200 миллиардов тенге. Условия программы 4% годовых и отсутствие первоначального взноса. Отечественные автопроизводители отметили, что в случае реализации этой меры это положительно скажется на казахстанском машиностроении. Общий рост продаж на рынке Республики Казахстан составил 26%. Это значит, не только у производителей продажи выросли, но и у импортеров тоже выросли продажи. У производителей рост производства вырос на 20%. Мы надеемся, что в 2022 году этот темп сохранится. Что касается того, скажется ли снижение утилизабора на конечной цене, автоэксперты ответить затруднились. Между тем, стало известно, что некоторые дилеры, занимающиеся продажей иномарок, планируют снизить цены на сумму сокращения утилизационного сбора.